Речь о вхождении Южной Осетии, как и Абхазии, в состав России не ведется в настоящее время. И договор, аналогичный российско-абхазскому, вполне может быть подготовлен. И я думаю, что как раз такие договоры, которые четко регламентируют сотрудничество между собой, в первую очередь в экономической плоскости, нужны и полезны. Они обозначают новый уровень сотрудничества между нашими странами в сегодняшних не всегда простых условиях, на современном этапе развития. Но вместе с тем, они же ставят на место тех, кто выпрыгивает из штанов с двух сторон. Одни кричат, что Россия кого-то затягивает к себе, аннексирует и так далее. Другие кричат, что да, мы хотим в состав России. Есть Соломоновое решение, и оно, мне кажется, очень хорошо отражено в российско-абхазском договоре. Не исключаю, если к тому будут добрая воля обеих стран, России и Южной Осетии, что такой же договор может появиться и между Россией и Цхинвалом. Но не могу утверждать однозначно. Что касается нашего сотрудничества, то из Абхазии и Южной Осетии мы очень сотрудничаем тесно. Ратификация, я думаю, что в ближайшее время состоится. Ратификационные процедуры мы меньше всего, как Государственная Дума, вы это знаете, будущим парламентским корреспондентам, обычно затягиваем. Мы ничего не затягиваем. Надо, чтобы договор поступил на ратификацию, надо провести по нему первичную обкартку в профильных комитетах Государственной Думы. Как правило, это занимает не более нескольких недель. Поэтому в случае, если договор в ближайшее время поступит в Государственную Думу, я буду первым, кто выступит за его ратификацию, может быть, даже и в уходящем 2014 году. Субтитры создавал DimaTorzok